Всем привет! Сегодня буду готовить очень интересные и очень необычные рогалики. Я уверена, что таких вы еще не готовили. Эти рогалики будут не только фруктовые внутри, они будут еще частично фруктовые снаружи. Их можно абсолютно делать по-разному, с разными начинками. Я об этом, собственно, расскажу все по порядку. Они получаются такие красивые, оранжевые, именно из-за того, что мы добавляем туда тесто. Я в этом случае добавляла тыкву в этот раз. Они получаются хрустящие сверху, сочные внутри и очень много начинки, собственно, как я люблю. А для начала приступаем к тыкве. Тыкву я проварила где-то минут 15 и затем ее пропускаю через блендер, для того, чтобы не было никаких комочков. И отвешиваю нужное мне количество тыквы, чтобы полностью у меня остыло, даже стало хорошо холодным. Остальную часть я придумаю, куда использовать. Хоть блинчики, сейчас очень много вариаций, можно придумать с тыквенным пюре. Тем временем просеиваю муку. И в муку добавляю разрыхлитель. Пол пакетика, это 5 грамм, либо 1 чайная ложка. И хорошенечко с мукой перемешиваю. Заранее я где-то за полчаса-час положила масло в морозилку, чтобы оно подмерзло. И теперь это масло перетираю сквозь терку, на крупную терку. И отправляю это все перемешиваться в чашу комбайна. Если у вас комбайна нет, перемешивайте просто ложкой или вилкой, для того, чтобы меньше был контакт с руками и теплом. После того, как тыква наша остыла, добавляю к тыкве сахар. И немножечко еще ванильного сахара. Слегка это все перемешаю, только для того, чтобы сахар начал у меня таять побыстрее. И сразу же сюда отвешу творог. Творог лучше берите по суше, который не сильно мокрый. Либо просто его чуть-чуть подсидите. Жидкости много нам не нужно. И отправляем это все творожно-тыквенную массу к нашему тесту. Можно, кстати, вместо тыквы использовать яблочное пюре, либо грушовое пюре. Вот здесь уже ваша фантазия, можно использовать разное. Можно шпинатное пюре будут зеленые у вас. Ну, в общем, здесь можно кучу-кучу вариаций придумать. Подмешиваю слегка-слегка тесто руками, но только для того, чтобы собрать все комочки внизу. Долго тесто руками мы не мешаем, для того, чтобы не превратилось оно в обычную песочку. И отправляем тесто в пакете в холодильник. Минимум на полчаса-час. А лучше вообще и на ночь оставьте. После того, как тесто полежало в холодильнике, оно более пластичное. В начинке я буду использовать еще и банан. Припыляю и стол хорошо мукой, и само тесто. И раскатываю тесто в пласт. Не очень тонко, где-то миллиметра хороших 3-4. Ну, где-то миллиметра 3, я бы сказала. И разделяю тесто где-то на 8 частей. У меня вот такое вот домашнее повидло. Оно не сильно у меня уварено, не сильно густое. Если у вас покупное повидло, с ним будет еще проще работать. Раскладываю его по краям. Сюда можно использовать и, допустим, какую-то вареную сгущенку, начинку. Можно использовать сюда какой-то шоколадный заварной крем. И получится у вас прям как круассаны. В общем, очень круто. Беру водичку. И водичкой вокруг немножечко смазываю, вокруг повидло. Для того, чтобы лучше скрепились у нас края. И повидло потом не вытекало. Опять же, повторюсь, повидло у меня домашнее. Не сильно уваренное. То есть, оно может вытекать. Как и, допустим, какой-то крем, если вы будете. Немножечко вот так вот, вы видите, я склеиваю бока и прокручиваю уже рогалик. И скручиваю его немножечко подковкой. Еще раз покажу. Складываю конвертик и прикрепливаю, прилепливаю друг к дружке бока. Чтобы у нас там ничего не вытекало. Начинка никакая не выбегала. И так делаю со всеми рогаликами. Отправляю их в духовку на 180 градусов минут на 15-20. Они станут красивыми, оранжевыми, очень ароматными. Можно их присыпать сахаром, корицей. То есть, здесь уже полет вашей фантазии. Я присыпала просто сахарной пудрой. И получились невероятно вкусные. То есть, их за вечер уже просто не было. Их всех съели. Получилось у меня где-то 3,5 противня. Из этого количества теста. Обязательно попробуйте такой рецепт. И не забывайте поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok